После вторжения русских войск в Украину, жизнь россиян начала стремительно меняться. Границы закрывают, рубль обесценивается, цены ползут вверх. Западные компании массово покидают Россию и перестают предоставлять услуги клиентам из Российской Федерации. О прекращении работы в России объявили Boeing и Airbus, Apple и Nokia, IKEA и ExxonMobil, BMW и Ford, а также сотни других компаний и организаций. Крупные российские банки отключают от SWIFT, а платежные системы Visa и MasterCard прекращают обслуживать российские банковские карты. О прекращении работы в России объявил и символ капиталистических перемен Макдональдс. Очень многое, что появилось в России за последние 30 лет после распада СССР, буквально на глазах становится недоступным. В данный момент точных прогнозов падения российской экономики во временной перспективе никто не дает. В какой именно день наступит экономический коллапс и дефолт неизвестно, но все знают, что РФ упадет очень-очень скоро и очень-очень сильно. Давайте же пробежимся по некоторым базовым вещам для общего понимания глубины падения российской экономики на пути ее возврата в вожделенные многими россиянами времена СССР. Итак, насколько близко приближается Россия к реалиям Советского Союза? Валюта. Как было в СССР? Свободное обращение валюты в Советском Союзе было запрещено. За незаконные валютные операции грозило наказание вплоть до смертной казни. Официальный курс иностранных валют был умозрительным. Например, за доллар давали 64 копейки. На черном же рынке доллар стоил в разы дороже. Получить небольшую сумму в валюте на законных основаниях могли только те, кто ехал в загранкомандировку или по турпутевке. Неизрасходованные деньги нужно было вернуть. Но советские граждане обычно тратили все. Как сейчас обстоит дело в России? Банк РФ ввел ограничения на операции с наличной валютой. Теперь купить ее в России нельзя. Купить наличные деньги россиянам нельзя даже для поездки за границу, подтвердил Центральный банк Российской Федерации. Единственный вариант – снимать валюту с российской карты МИР. Но ее принимают немногие страны. Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Клиенты банков, имеющих валютные счета, могут снять наличные, но не более 10 тысяч долларов. Остальное в рублях. Евро снять нельзя. Россияне смогут открывать новые валютные счета и депозиты, но снять с них можно будет только в деревянных. Временной порядок действует до 9 сентября, сообщил Центральный банк РФ. 9 сентября? Смешные люди ей-богу. Заграница. Как было в СССР? Чтобы уехать за границу, советский человек должен был иметь безупречную биографию. Собрать множество справок и характеристик всех кандидатов на заграничную поездку тщательно проверял КГБ. Кроме дипломатов и разведчиков, получить заветный загранпаспорт могли, например, моряки, спортсмены, артисты, а также ехавшие по путевкам в страны соцлагеря. Подавляющему большинству советских граждан иностранные страны были недоступны. Как сейчас в России. Формально выезд из России пока не запрещен, но очень усложнен. Авиасообщение со многими странами приостановлено. Евросоюз, другие государства Европы, США, Канада закрыли небо для российских самолетов. Росавиация со своей стороны сама рекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу, иначе они могут потерять находящиеся в лизинге самолеты. Сообщалось также, что визовые центры некоторых стран перестали принимать у россиян документы на – визы. Выезд за границу ограничен теперь и фактическим запретом продажи долларов россиянам. Однако самые обеспеченные граждане РФ уже покинули страну. Оставшаяся биомасса в полной мере хлебнет лихо. Скорее всего, границы закроют наглухо. А это будет означать только одно – убежать от голода, войны, нищеты и прочих прелестей новой российской действительности будет невозможно. Средства массовой информации. Как было в СССР. Вплоть до объявленной Горбачевым перестройки независимых от государства СМИ в Советском Союзе не было. Все газеты, журналы, теле- и радиостанции финансировались из госбюджета и находились под контролем коммунистической партии и спецслужб. Основной задачей советских СМИ была пропаганда социалистического строя, борьба с западной идеологией и доведение до народных масс позиции КПСС как единственно правильной. Как сейчас в России. После 24 февраля многие независимые СМИ заблокированы государственным регулятором Роскомнадзор. Читатели, которые не могут обойти блокировку, продолжают читать новости в телеграм-каналах. Телеканал «Дождь» объявил о прекращении работы. Радиостанцию «Эхо Москвы», входившую в холдинг «Газпром-Медиа», ликвидировали по решению Совета директоров, а ее эфир получила радио «Спутник». Принят закон о военных фейках, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за дискредитацию российских военнослужащих. Но что их дискредитировать, если русская армия дискредитирует сама себя? Тем не менее, это вынудило многие редакции вывести журналистов за границу. В России и до этого были проблемы со свободой слова, а теперь и вовсе до россиян будет доноситься только лишь официальная линия партии и правительства. Здравствуй, совок. Заведение питания. Как было в СССР. Заведение питания в Советском Союзе имели три вида. Дешевые, вроде заводских столовых, где можно было сытно пообедать за рубль. Неприхотливые, вроде рюмочных и привокзальных буфетов с черствыми пирожками и никудышным чаем. И дорогие ресторанные заведения с деликатесами и вежливым обслуживанием, но они были недоступны для большинства советских граждан. 31 января 1990 года еще при СССР в Москве был открыт первый в стране Макдональдс. Как сейчас в России. 8 марта Макдональдс объявил о том, что временно закрывает все рестораны в России и приостанавливает сделки на российском рынке. Делать выводы о перспективах российского ресторанного бизнеса сложно. О полном или частичном сворачивании работы в России объявили Макдональдс, Старбакс, КФС и другие. Однако КФС работает по франшизе, как и Бургер Кинг. И эти рестораны могут продолжить работу. С началом войны в московских кафе и ресторанах снизился поток клиентов. Участники рынка говорят, что из-за резкого падения курса рубля цены на продукты растут и ресторанному бизнесу придется адаптироваться к новым условиям. Это значит только одно. Комфортная жизнь россиян даже в Москве и Питере совершенно закончилась. Скоро гражданам РФ будет и вовсе не до ресторанов. Их ждет многократное удорожание продуктов и дефицит самого необходимого. Еда и товары широкого потребления. Как было в СССР. СССР называли страной пустых магазинных полок и тотального дефицита. Огромные очереди, нехватка товаров, спекулянты и перекупщики. В каждом регионе имелся свой набор дефицитных товаров. Труднее всего в Союзе было купить автомобили и бытовую технику. В дефиците была также электроника, нормальная одежда, обувь, книги и косметика. При этом советские граждане знали, что в западных странах прилавки ломятся от товаров. Как сейчас в России. О тотальном дефиците товаров в России пока речь не идет. Ключевое слово пока. Но перебои в логистических цепочках уже начинают ощущаться. Из России уходят множество всемирно известных брендов. Другие прекращают поставки товаров и заместить эту продукцию просто нечем. Apple, Microsoft и другие технологические гиганты прекратили поставку и продажу новой техники в Россию. Прекратили доставку грузов в Россию транспортно-логистические компании DHL, FedEx, UPS и другие. С марта весь модельный ряд российских автомобилей Lada подорожал более чем на 15%. Такой рост стал рекордным за всю современную историю. И это только начало. Преследование инакомыслящих. Как было в СССР. Любое вольнодумство фактически приравнивали к госизмене и подавляли. Советских диссидентов лишали гражданства и сажали в тюрьмы или под домашний арест, как академика Сахарова. За антисоветские анекдоты при Сталине могли посадить и расстрелять, при Брежневе отправить в психушку или внести в список неблагонадежных. Как сейчас в России. В РФ уже не первый год разгоняют какие-либо протестные акции, под разными предлогами не допускают к выборам оппозиционных политиков. Акции против войны подавляют. По всей стране тысячи людей получили штрафы или административные аресты. Российский негосударственный правозащитный медиапроект ОВД-Инфо подсчитал, что только в воскресенье 6 марта в стране задержали более 5000 человек. Свидетели при этом сообщали, что задерживали не только вышедших протестовать против войны. Россиян начали штрафовать по закону о военных фейках. Правозащитники сообщают, что счет с заведенным административным делам идет на сотни. После административных дел новый закон предусматривает дела уголовные. Теперь даже за простые фразы типа «нет войне» или «миру мир» россиян может ждать тюрьма. Надо понимать, что пока это все только лишь цветочки. Если только за неполные три недели с начала войны происходят настолько ощутимые вещи, то что же будет дальше? Обычные россияне еще не вполне осознали, с какими трудностями им придется столкнуться в ближайшем будущем. На самом деле Россия откатится примерно на уровень 1995 года в плане уровня зарплат, благосостояния и размера экономики. И это еще оптимистический прогноз. Из-за происходящего сейчас разрыва производственных цепочек уже в краткосрочной перспективе неминуемы закрытия предприятий, которые зависят от комплектующих или ингредиентов, поставляемых ранее из-за рубежа. Массово выстроить новые цепочки не получится, что спровоцирует безработицу и сокращение производства. В долгосрочной перспективе россиян ждет полное обнищание, падение курса рубля и покупательской способности. Если кто-то из русских думает, что возврат в 90-е это не так уж и страшно, спешу напомнить, что эти самые трудные и голодные 90-е наступили после падения совка. И контраст с бедными советскими временами уже даже тогда был ощутимым. А теперь представьте, что вы попадаете в эти 90-е, то есть на 30 лет назад, из наших сытых и комфортных времен. А впрочем, можете не представлять, скоро все это вы ощутите на своей шкуре. Вас, россияне, ждет отсутствие самого необходимого. Очереди за хлебом, отсутствие лекарств, нефть в обмен на продовольствие, нищета, упадок, бандитизм и прочие прелести страны третьего мира. Ну, собственно, так вам и надо, россияне. Валите в СССР и там и оставайтесь навсегда. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Всем украинцам добра и скорейшей победы. Слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok